Сборная России по хоккею проводит первый этап еврохоккей-тура в Финляндии. Многие болельщики с интересом следят за тем, как проявляет себя молодой состав нашей национальной команды, средний возраст которой 22 года с небольшим. Игра, тренировка, игра. График любой спортивной команды известен. Сегодня же мы расскажем о том, как живет сборная в Нельда. Расположилась команда в пригороде Хельсинки, в уютном отеле «Лангвик», напоминающем скорее пансионат. Вокруг лес, а на заднем дворе отеля расположен залив Балтийского моря. Молодой состав нашей сборной – необходимый этап, позволяющий иметь готовый резерв для национальной команды. Большинство вызванных хоккеистов играют на ведущих ролях в своих клубах ХХЛ. Первый матч против хозяев турнира, опытной сборной Финляндии, показал, что перспективы у нашей сборной весьма неплохие. Важно, что на сегодняшний день у Федерации хоккея есть стратегия. Стратегия построения сборных команд. Это касается не только национальной команды, но и всех остальных сборных. Что и кто помогает нашим хоккеистам готовиться? Для сборной созданы отличные условия – система правильного питания и восстановления. Хоккеисты выполняют огромный объем работы, в принципе, как и все спортсмены, безусловно. Но за время игры хоккеист может потерять от 4 до 6 тысяч килокалорий. Он выполняет огромную нагрузку. Сейчас у нас идет турнир международный, мы играем с очень серьезными командами. Игроки, я вижу, какие они уставшие, насколько они тратят свой энергетический запас и мощно, теряя калории, теряя весе значительно после каждой игры. И для нас, для врачей, очень важно их быстро, оперативно, то есть за определенный сжатый промежуток времени восстановить. Очень важно, чтобы в игровой день, игровой обед был именно тот, который ребята традиционно привыкли уже кушать, для того, чтобы ничто не могло помешать хорошему выступлению команды. Как правило, это спагетти из твердого сорта пшеницы, это птица, это курица, как правило, ножка, это может быть индейка. Обязательно куриная соплапша или куриный бульон с яйцом, с перепелином или куриным. Ну вот это то, что из обязательного, скажем так, состава. Условия просто великолепные, просто великолепные. Они способствуют тому, чтобы игрок ни о чем не думал, чтобы у него было как можно меньше отрицательных эмоций, чтобы он думал только об игре. Сейчас условия, если так сказать, царские, если они при таких условиях не будут давать рожать, надо их посадить на черный хлеб и котлеты, но не отбивные. Когда зарождалась красная машина, такого обеспечения не было. Но сейчас просто это все прекрасно. Всем привет, я Анатолий Голышев, игрок национальной сборной России по хоккею. Это мой номер, я здесь живу и отдыхаю. Все комфортно, все нравится. Мы живем по одному человеку, отдыхаем, расслабляемся, смотрим телевизор. Все создано для нас, все супер. С августа прошлого года в национальной сборной, а потом и во всех остальных, была введена система видеоанализа. Каждая из восьми сборных команд России обеспечена специалистами и всем необходимым оборудованием, программным обеспечением для осуществления детального разбора своей игры и игры соперника. В каждой из сборных есть свой аналитик и скаут, которые осуществляют тактические разборы игр соперника, пишут отчеты по чужим игрокам, дают заключительные оценки тренерскому штабу по действиям наших хоккеистов, предоставляют подробную статистику и аналитику, как индивидуальную, так и командную. Во время мяча основная работа заключается в тактическом анализе, как своей, так и соперников. Благодаря специализированной программе аналитики и видеоанализа весь статический разбор и статистический разбор происходит в режиме онлайн. И в периоде тренерский штаб имеет возможность посмотреть тот или иной игровой момент, игровой эпизод, изучить статистические данные и сделать определенные выводы и изменения в игре. У нас все игроки обеспечены планшетами, на которые поступают все их смены игровые, дополнительная информация, там, например, бросование по соперникам, там различные тактические моменты, игра в меньшинстве соперника, игра в большинстве. Это очень много параметров. По запросу хоккеист может посмотреть любой игровой эпизод и изучить свою игру. Ну, это программа специально для игроков создана. Тут мы смотрим свои смены, чтобы знать, что делать на льду и, в принципе, делать анализ. Посмотрел, как здорово партнеры сделали все для меня, чтобы я забил. Валера там Нечушкин второй гол здорово отдал. В первом он хорошо поборолся, вытащил защитника на себя, отдал пас и мне оставалось только бросить. В принципе, да, и хорошие моменты тоже смотрим. Здесь, в этом зале, проходят занятия по теории, разбор будущего соперника и просмотр мотивационных фильмов. Устроенный быт и великолепные условия помогают нашей команде больше выкладываться на тренировках и добиваться результата в играх. Чувствуете, что здесь вкладывается душа? Вот руководство, понимаете, вот организация, посмотрите, какая форма, какие раздебалочки, как все. Понимаете? И это чувствуется, понимаете? И это все чувствуется. Они уже автоматически, попадая в эту установку, им это нравится, понимаете? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!